Итак, мои дорогие, мы сегодня подошли к одному из самых главных этапов нашей работе, о котором мало кто подозревает, из тех людей, которые думают, что они умеют шить, который называется осноровка. Не устану повторять. Пожалуйста, мои дорогие, делайте все по порядку. Сначала мы раскроили, потом мы сметали, потом мы померили, потом мы внесли изменения, потом мы с вами стачали, обметали и поутюжили. Стачивание, обметывание немножечко вам показало, поутюжку не стало показывать. И вот восьмой пункт у нас называется, из 12, называется осноровка. Ну, утюжка, она и есть утюжка. В разутюжку, в заутюжку, застаиваем, потому что это синтетика. В моем подробном курсе, который я предлагаю вам приобрести, там это все очень подробно расписано и показано, и снято. Два больших видео посвящено только одной утюжке. Здесь я ее пропускаю. Итак, смотрите. После того, как мы поутюжили наше изделие, мы его вывернули на лицо. Если у вас есть отрезная линия талии, обязательно нужно ее разметать. Было давным-давно. После этого мы начинаем, перегибаем посередине спинки, посередине полочки. Своё изделие обязательно на лице. И соединяем боковые швы. Посмотрите, находим вот здесь боковые швы. Соединяем боковые швы и соединяем обрезные краешки вот здесь. Эта осноровка называется в открытую пройму, потому что мы плечевые швы с вами распустили. Затем я аккуратненько уравниваю вот этот уголочек. И вот так ставлю булавочку по плечикам. Так. Уравниваю плечики. Затем здесь. Так вот аккуратненько уравниваем плечики. Затем горловинки. Все срезы по горловинке уравниваются. Обратите внимание, как я ставлю булавочки. Булавочки ставятся параллельно тому срезу, о котором идет речь. Если плечик, то параллельно плечику. Если горловинка, то параллельно горловинке. И на определенном расстоянии, на каком-то вглубь изделия. Вот так я уравняла нижнюю часть проймы. Уравняла горловинки и плечевые швы. И сейчас у меня проймочка легла так, как мне нужно. И теперь я уже, то есть обрезные краешки вот здесь я старательно уравниваю. И скрепляю всю вот эту вот картинку вот такими вот булавочками. Булавочки тоже ставятся параллельно уже теперь срезу проймы. За белую ниточку, написанную у меня в книгах, и вглубь нашего изделия. В том учебном курсе, который я предлагаю вам приобрести наглядно, это показано тоже просто великолепно. Вот так мы скрепили контуры. Осноровка это выравнивание контуров. Но ведь у нас же таким же контуром является в данном случае еще низ изделия. Поэтому совмещаем боковые швы аккуратненько. Опять же совмещаем срезы. И вот таким вот образом ставим булавочки. Я не гоняю, здесь у меня серединка. Вот такая серединочка, перезгиб есть по серединке. Вот эта отметочка означает у меня место, куда мне хотелось подвинуть складочку. Вот так. И мы с вами скрепили. После того, как все скреплено, пока работаем только с лифом, мы берем в руки линейку и берем в руки, естественно, мел, ну или мыло. Вот это наша грудка, поэтому так вот аккуратненько ее расправляем, чтобы нижняя часть, вот эта часть была безупречна. Помните, как мы сметывали? Мы сметывали, у нас был припуск 2 сантиметра, вот здесь. Поэтому на расстоянии 2 сантиметров я начинаю рисовать, работать с нашей линией талии. То есть я буквально рисую линию талии. в том месте, где я хочу ее получить. Вот здесь обязательно перпендикуляр прямой уголочек. Дальше. Продолжаем ее вот сюда. Так. Отложили вот здесь 2 сантиметра. И обязательно перпендикуляр прямой уголочек. Вот так, вначале. Так. И дальше уходим. Вот таким образом выкрутите свою линеечку. Так, чтобы у вас линия талии была овальной, ровненькой, красивой. И вот в серединках спинки и полочки обязательно были прямые углы. Я нарисовала вот таким образом свою линию. Посмотрела со стороны. Она мне нравится. Значит, я ее оставляю такой, какая она есть. Дальше 1,5 сантиметра. Мне нужно оставить на припуск, на обработку данного участка. И все остальное просто срезать. Вот я задала себе эти 1,5 сантиметра любым понятным вам способом. Вы можете использовать какие-то другие приспособления. Это не имеет принципиального значения. Но я привыкла вот к тому, что я вам показываю. А вы можете работать с тем, что у вас есть. Ведь есть и другие вещи, да? Лишь бы, мои хорошие, у вас было все точно и правильно. Вот посмотрите. Я оставила 1,5 сантиметра это припуск на шов. 2 это у меня было много. Это была страховка. Потому что в крое у нас одни припуски. Они всегда немножко бывают преувеличены. А в готовом виде они у нас другие. Кстати, когда я делала обметывание, я излишние припуски по боковому шову, конечно же, срезала. И оставила там тоже по 1,5 сантиметра. Вот. Сейчас беру ножницы и аккуратненько по второй линии срезаю. Все лишнее. Таким образом, какие-то мусоринки, какие-то ниточки осыпавшиеся, они все уходят. Посмотрите, как стало чистенько и красиво. Только подработав вот таким образом шовчик, вы можете начинать его соединение с другим швом. Еще разочек. Серединка нашей детали. Так, там есть рассечка. Есть рассечка. Вот она. И здесь серединка тоже у нас есть. Теперь разворачиваемся, разворачиваем свое изделие к себе вот этой частью. И начинаем работать с ней. Если у нас не было никаких пометочек в области горловинки, значит, горловинка нас вполне устроила. Поэтому я могу даже не рисовать вот эти две линии. Но я покажу вам так, как положено, как я обычно всегда делаю. Припуск по горловинке у меня бывает 0,5-0,7. В этой ткани я оставляю вот так вот 0,7. Припуск по плечевому шву где-то 1,5 см. Поэтому я рисую плечевой шов вот такой. А вторая линия у меня будет выглядеть, ну, вот, например, вот так. То есть какие-то мусоринки, какие-то осыпавшиеся ниточки, они у меня тоже уйдут. Дальше здесь тоже 1,5 см. У меня припуск по шву был, да? И подравниваю немножечко. Хотя здесь ткань лежит хорошо. Либо можно было бы этого, допустим, не делать. Ну, как бы там ни было, все равно. Порядок есть порядок. И вот эта линия, я нарисую линию. Первая линия всегда рисуется та, по которой вы будете шить. Если у вас припуск, скажем, 0,7, вот как я сейчас пытаюсь изобразить, значит, вот я так его рисую. А эта линия у меня чистенькая, уже хорошая. Здесь то же самое. Припуск у меня 0,7. Куда он придет? Он у меня придет вот сюда. Дальше у нас начинается работа с плечиком. Какое плечико, вот здесь мне показывает моя ниточка. Посмотрите. Какой ширины? Раз, два. Вот это вот померяем мы. 4,5 сантиметра. Что-то очень маленькое. Хотя у Оли у моей ручки, конечно, очень-очень, плечики очень худенькие. Но, как бы, все равно я все-таки, ну, чуть-чуть сделаю побольше. Почти 5, вот я добавила, выбрала эту точечку. Почти 5. Сзади я тоже сделаю такую же картинку. Тоже я выберу почти 5 сантиметров. Вот сюда немножко отодвинулась. Потому что, страхуюсь, мои хорошие, всегда лучше сделать чуть больше ширину плечей, чем чуть меньше. Если это будет великовато после обработки горловинкой, когда я, допустим, провожу вторую примерочку, когда мы вторую примерку проводим, горловинка будет обработана, и она не даст так растянуться, и вот это само плечико, оно тоже может подскочить, сдвинуться в области шеи, да, в область шеи. Вот туда может подскочить. И поэтому я чуть-чуть страхуюсь, стараюсь не обозить плечевые швы. Дальше, смотрите, по боковому шву углублять нашу пройму нам не хотелось. Поэтому вот здесь припуски полтора сантиметра оставались. Какие мы их в крое заложили, такие они здесь внизу и остались. Таким образом, мне надо сейчас эту точку соединить вот с этой точкой. И посмотреть вот на эту белую ниточку. Белая ниточка это результат того, что мы померили. Ну, вот так я кладу свою, вот так я кладу свою линеечку. Можно даже вот два приема вот это сделать. Давайте мы вот так вот сделаем, чтобы удалось нарисовать красивую линию. Вот так, допустим, как-то. Отодвигаемся на величину припуска на обработку данного участка. Здесь я обычно оставляю полтора сантиметрика и делаю вот такую картинку. Так, тут хочется вынуть чуть-чуть побольше, да? Ну, может быть и не стоит, потому что эта спинка, эта часть будет немножко растягиваться, должна растягиваться, там должна быть какая-то слабина. И пытаюсь, опираясь на вот эти наши ниточки, я пытаюсь нарисовать красивую линию проймы, гладкую, овальную, но уже с помощью нашего лекала. Так, здесь у меня должно быть полтора сантиметра. Вот так вот вывожу и вывожу, допустим, как-то сюда. Вот так и вот так. Смотрю со стороны, что у меня получилось. Ну, в общем-то, в общем-то нормально и получилось. Вот так вот можно почиститься. Так, чтобы проймочка была вот такой. И лишнее я опять сейчас второй линии буду убирать. Нарисовали уточненную линию проймы, отодвинулись от нее на величину припуска на обработку данного участка, это примерно полтора сантиметрика, и нарисовали вторую линию. И по второй линии все убираем. Вот так. Заодно чистим осыпавшиеся какие-то вот эти вот ниточки. Так. Не спешим. Делаем это очень качественно, очень чистенько, очень осторожно и аккуратно. Тут торопиться, как говорится, некуда. Полочка у нас, видите, вот здесь ничего не происходит с ней. Так, а здесь, вот, мои ножнички даже не хотят вот эту мелочушечку подрезать. Вот, вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот эти осыпавшиеся ниточки, конечно, надо тоже нам убрать. Вот, собственно говоря, что получилось после того, как мы выполнили нашу оснорожку. Сейчас я вам чистенько покажу, как это выглядит. Вот такая получилась у нас картинка. Это осноровка была лифа. Володя, мы смотрим за часами. 15 минут. Что, 15 минут? Прошло. Прошло 15 минут. Значит, сейчас будет перерыв. Прошло 15 минут. Давайте с рукавчиком разберемся. Посмотрите, вот этот рукавчик участвовал в примерке. Он у нас правый. Правая половинка у меня всегда помечается вот этой вот деталькой. Я начинаю работать с осноровкой рукавов с левого рукава. Кладу вот так левый рукав. Левый рукав, птичка вот здесь. Так, и серединочка нашего рукавчика, шовчик вот он. Смотрю, ага, посмотрите, вот здесь вот какие-то неровности у меня есть, да, под мышкой. Значит, я чуть-чуть-чуть вот так вот возьму и почищу, почищу свой рукавчик вот тут внизу. Так, 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 смотрите, почистила. Теперь возьму в руки вот этот рукавчик. Здесь тоже самое есть у меня какая-то неровность маленькая. Вот так вот вам виднее будет на моей руке, видимо, да? Так, я ее тоже. Вот так вот подчищаю. И у меня получился красивый, симпатичный овал, который будет вписываться вот в эту пройму. Затем, внизу у меня лежит левый рукав. Вот так, таким образом. Я точно так же беру в руки правый рукавчик. Вот так кладу серединочку. И укладываю правый рукав на левый. При этом я всегда нахожу рассечку в области плечевого шва, с которой у меня должна совпадать. Это наша точка О на рукаве, любимая. Вот так вот я сложила и скалываю там, да? И потом я разравниваю просто вот так рукавчик. И уравниваю вот эту линию низа. Ну, коротенький рукавчик. Может быть, всего этого и не имело смысла делать. Но я вам просто сейчас показываю вообще, как, в принципе, происходит осноровка вот этого любого рукавчика. Вот так сложили, потому что не всегда вот эта линия бывает прямой. Здесь она, конечно, прямая, это короткий у нас рукав, да? Но бывают рукавчики расширенные к низу, где рисуется овал. Бывают просто прямые рукава, где надо по переднему перекату сделать короче, по заднему длиннее. И вы вот эту линию, она будет у вас не прямая. Вы ее будете делать особым образом. Особым образом, да? Ну вот, а сейчас я провела по линеечке линию номер один, по ней я буду подгибать свой рукавчик. Отступила 3 сантиметра и провела линию номер два. По ней я буду отрезать все лишнее. То есть я подравниваю этот свой рукавчик, делаю линию низа безупречной. Как буду обрабатывать? В этот же момент, конечно, я выбираю способ обработки. Я буду обрабатывать швом подгибку с открытым срезом. То есть я обметаю вот эту вот линию и подошлю вручную. Значит, здесь что нужно обязательно знать, что линия любого низа, она прорисовывается всегда по периметру. Я сделала вот такие отметочки. Сейчас уже можно вот это расколоть. Положила сюда рукавчик. И вот так вот по этим отметочкам нарисовала линию низа. Я не заутюживать буду по ней. Эту ткань попробуй-ка заутюжь. Я буду по ней просто перегибать после того, как обметаю это все на верлоке. Работаем с этим рукавчиком. Где тут у нас отметочки стоят? Вот у нас отметочки стоят. Но мы также знаем, что у нас 3 сантиметра. 3 сантиметра был припуск на обработку. Поэтому рисуем вот так линию. И рисуем линию с этой стороны. Так аккуратненько. Вот так. То есть линия низа для вас тоже должна быть как закон по-настоящему, по-хорошему, чтобы она была всегда безупречной. Она должна выглядеть вот так. Вот на этом мы прерываемся. Следующий урок будет посвящен осноровке юбочки нашей. И продолжение будет следовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!